Здравствуйте! Возродить привлекательность профессии педагога, поднять ее на качественно новый уровень, признать особый статус педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность, вот цель объявленного президентом года педагога-наставника в 2023 году. Какой он современный учитель и зачем в школах нужны наставники, растет ли популярность в профессии педагог, вот это и многое другое послужило темой для разговора «День наставника» на Самары ГИС. Я представляю гостю студии Марина Владимировна Романова, директор школы номер 24 городского округа Самара, почетный работник общего образования Российской Федерации. Здравствуйте! Здравствуйте! Приветствую вас в этой студии. Спасибо, что согласились принять участие в нашем проекте. Я думаю, что действительно есть о чем поговорить. Школа с такой достаточно большой и богатой историей в Кубежском районе. Но прежде я попрошу рассказать вас о себе. Скажите, а как давно вы познакомились с этой школой, ну и, соответственно, стали ее руководителем? С этой школой я познакомилась в 2008 году, когда была руководителем управления образования Кубежского, Ленинского и Самарского районов. А в 2011 году я стала руководителем этой школы. Вот уже 12 лет я работаю директором. Ну, давайте поговорим о школе, о ее традициях. Чем она выгодно отличается от многих других, которые есть в городском округе Самара? Ну, проще сказать, что из себя представляет 24 школа? 24 школа отличается, наверное, тем, что, ну, как и несколько школ нашего города, это школа с углубленным изучением математики, но с 2015 года в нашей школе введено еще инженерное образование. И вот уже 7 лет мы готовим будущих инженеров, начиная с 5 класса. Помимо этого в нашей школе очень много творческих объединений. Это и театры, это и школьное телевидение, и газета, волонтерский отряд. Поэтому школа богата не только своей историей, но и начинаниями. Да. Ну, воспитывайте разносторонних творческих личностей в том числе. А давайте, конечно, мы успеем, времени у нас в программе много, поговорим и о традициях, конечно, но в первую очередь мне бы хотелось спросить вас, Марина Владимировна, а почему вы выбрали педагогику? Давайте заглянем немножечко в историю. Расскажите вообще о себе и с чего все начиналось. Я жила на Чкотке. Далеко? Далеко, очень далеко. И прожила там 30 лет, пошла там в школу. И с первого класса я сразу обратила внимание на учителей. Это особые люди, очень собранные, очень правильные, очень организованные в своей деятельности. Каждый учитель, который преподавал, по-своему вел урок, по-своему общался с детьми. Вот, наверное, тогда я и полюбила эту профессию. И моей любимой игрой в детстве был школьный урок. Я рассаживала кукол, вела для них урок, копируя своих учителей, вела журнал, тетради заполняла. Ну вот, наверное, они стали моими первыми наставниками, и я полюбила эту профессию благодаря им. Потому что каждый из них очень любил детей и был настоящим профессионалом. То есть своих школьных учителей вы можете назвать своими первыми наставниками. Да. Но они привили вам любовь к профессии, а дальше вы же ведь получили наверняка педагогическое образование и пошли по дороге жизни дальше. Вот расскажите об этом. По дороге жизни дальше я пошла в этой же школе. Я в 1984 году пришла работать в школу свою, которую окончила старшей пионерской вожатой. Затем я закончила Магаданский международный университет педагогический и пришла в свою школу работать учителем русского языка и литературы. Ну а затем моя судьба сложилась так, что я переехала жить в город Самара и пришла работать в школу. Также в систему образования. Также в систему образования. То есть в следующем году будет 40 лет, как я работаю в системе образования. Скажите, вот за это время в любом случае вы сложились как личность благодаря людям, которые поддерживали вас. Вот сейчас уже с высоты вашего опыта, что вы можете сказать, насколько важно, когда тебя поддерживают твои наставники, которые идут с тобой рядом по жизни? Очень важно, потому что, когда учитель впервые переступает порог школы, он очень хорошо знает свой предмет, очень хорошо владеет знаниями своими. Но очень трудно ему правильно выстроить этот урок и правильно выстроить отношения с детьми и их родителями. Поэтому наставник, его первые слова, как начать урок, как его завершить, это очень важно для молодого учителя. Когда молодой учитель приходит в мою школу, я сразу задаю ему вопрос. Что самое главное на уроке? Ответы бывают разные. Да, конечно. А что большинстве своем отвечают? Знать предмет правильно, методически как предмет вести, урок как выстроить. Но все-таки самое главное на уроке – это дисциплина. С этого начинается урок. А вот вы знаете, я бы, кстати, ответила бы сразу дисциплину. Почему-то вот мне это первое пришло на ум, я не стала ничего говорить. А действительно учителя за редким исключением так отвечают дисциплина? Да, за редким исключением. Молодые учителя за редким исключением так отвечают. Только некоторые. Потому что если на уроке дисциплина идеальна, если дети научились слушать учителя, то дальше будет очень легко работать с классом. Да. Хорошо. Продолжаем разговор. Какое отношение в 24-й школе к наставничеству? И скажите, вот если сравнивать до вас, как это было, и сейчас, как это при вас, есть ли разница? Ну, я уже давно руковожу школой, поэтому думаю, что и до меня система наставничества была налажена. Но с моим приходом мы разработали программу по наставничеству, и в нескольких направлениях она работает, эта программа. Самое важное, конечно, это направление учитель-учитель. Мы сейчас не говорим молодой учитель, а опытный учитель. И наоборот, опытный учитель, молодой учитель-учитель. Учитель-учитель. У нас в школе очень развито мастер-классы дают опытные учителя и молодые учителя. У нас взаимопосещение уроков идет для того, чтобы педагоги могли взять что-то интересное, изюминку у другого учителя и использовать ее на своих уроках. Конечно. У нас в программе ученик-ученик, ученики, которые в знаниях, так скажем, превосходят своих учеников, своих одноклассников, помогают им в решении каких-то задач, в написании каких-то докладов, создании какого-то проекта интересного. Поэтому тут помощь обязательно. То есть сильный берет под крыло младшего и, вернее, ученика, который слабее, да, и в этом ничего зазорного нет. Ничего зазорного нет. А также у нас старшие дети берут под свое крыло младших и помогают им в учебе и в творческой их деятельности. А вот раз уж мы с вами заговорили о творчестве, расскажите, пожалуйста, вот действительно ли в вашей школе творчеству уделяется огромное значение, и тем самым дети развиваются еще и в этом направлении. Может быть, это даже влияет как-то на будущее их в выборе профессиональной деятельности, в профориентации? Да, конечно. У нас в школе есть несколько театральных кружков. И у нас есть выпускники, которые сейчас работают в театре уже. У нас в школе есть свое школьное телевидение. И у нас есть выпускники, которые сейчас работают на телестудиях нашего города. Все рождается в школе, и выбор профессии идет со школьной скамьи. Мы стараемся помочь детям найти себя в каком-то направлении, развить его и стать настоящим профессионалом. Вот вы знаете, у нас есть видео, которое вы нам любезно предоставили. Спасибо вам большое. Фильм такой небольшой. Кстати, вот это видео смонтировано на вашей телестудии в школе. Да, в школе. Посмотрим, как это получилось. И небольшой фильм о школе, пожалуйста, вашему вниманию. Впервые наша школа распахнула свои двери 1 сентября 1975 года. С той поры бережно сохраняя традиции и создавая новые, мы придерживаемся главного принципа. Большие возможности обучающимся для создания своих интеллектуальных и творческих способностей. В Большом доме каждому найдется дело по душе. Так чем же увлекаются наши ученики? Давайте посмотрим. Тем, кого по-настоящему интересует история своей страны, города, школы, всегда найдется место в музее боевой славы. Куйбышевцы – участники Новороссийско-Таманской операции. Традиционные встречи с ветеранами, экскурсии в музее, мероприятия, посвященные значимым датам в истории нашей страны, а также памяти героя, имя которого носит наша школа, является неотъемлемой частью работы музея. Активных школьников, отстаивающих свою гражданскую позицию, рады видеть в социально-патриотическом клубе гражданин. Хотите узнать, что такое социально значимый проект? Какие шаги следует предпринять, чтобы научиться разрабатывать и реализовывать проекты с самых разных направлений и самого разного уровня? Все секреты организации проведения акций и мероприятий, посвященных значимым датам, героям и событиям, также в нашем клубе. Интересуешься военно-патриотической тематикой, строевой подготовкой и хочешь реализовать свой спортивный потенциал – тогда твое место в нашем строю. В юноармейском отряде «Стрижи» формируется активная гражданская позиция, чувство ответственности за свои действия и поступки, развивается инициативность и самостоятельность. Мы всегда там, где нужны. Волонтерский отряд «Мы вместе» своих не бросает. Собираем посылки солдатам. Помогаем детям с ограниченными возможностями здоровья. Протягиваем руку помощи приюта для бездомных животных участия. Проводим акции в микрорайоне «Георгиевская ленточка», «Письма Победы». А еще мы за чистую Самару, за здоровый образ жизни. Всех дел не перечесть, нам до всего есть дело. Мы приглашаем в новый интересный и увлекательный проект «Орлята России». Мы очень рады, что стали его маленькой частью и наполнили учебный год интересными и полезными делами, пройдя образовательные треки. Мы научились выстраивать отношения в команде, примирялись разные роли, даже роль руководителя-лидера. Мы многому научились, а впереди еще столько интересного. Для всех, кому не безразличны вопросы безопасности дорожного движения, открыты двери в наш отряд ЮИК «Зеленый огонек». Здесь мы учимся вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах. Организуем соревнования, конкурсы, викторины, принимаем участие в различных акциях. Совместно с родительским патрулем участвуем в рейдах на улицах города. Наша ценность – объединение. Мы, дети, представляем самые разные организации и сообщества. Но сегодня каждый из нас может быть частью чего-то большего. Мы вместе создаем движение здесь и сейчас. И чем масштабнее оно будет, тем весомее будет общий вклад в развитие страны. Мы вместе, и вместе мы можем больше. В движении я стану частью единой команды. В движении я найду новых друзей и наставников. В движении я получу неограниченные возможности для своего будущего. Быть вместе, быть со страной, быть в движении! Как видите, объединений и событий у нас очень много. Узнать о них вы можете с помощью школьных СМИ, газеты «Вместе» и школьного телевидения «Фри Форум Медиа». Здесь занимаются ребята, которые увлечены журналистикой, фотографией и видеосъемкой. И которые совершенно точно знают, что каждая статья в газете, каждая фотография, каждый пост в группе и каждый репортаж – это бесценный вклад в сохранение истории нашей школы. Продолжаем разговор. Марина Владимировна, скажите, а что Вы считаете особой гордостью Вашей школы? Ну вот особой гордостью своей школы я считаю именно создание такой атмосферы взаимопонимания, поддержки, сотрудничества, где каждый участник образовательного процесса может как раз найти себя и заняться чем-то по душе и реализовать свои задумки. Ну а вот достижения 24-й школы, давайте их тоже озвучим. И все-таки вот в чем, на Ваш взгляд, вот эта вот основная видная роль наставничества? Молодые педагоги, которые к нам приходят в школу, они активно участвуют в жизни школы и активно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства молодых специалистов. Так, например, учитель начальных классов Москвитина Светлана Евгеньевна победителем стала городского конкурса «Методические аспекты успешного урока-2023». А также она стала победителем конкурса «Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области» в 2022 году. Ее наставники – учитель начальных классов нашей школы Столбецова Ольга Николаевна и заместитель директора по научно-методической работе Соловьева Анна Геннадьевна. Как поддерживаются молодые педагоги, тем более если вот они занимаются наставнической деятельностью? Ведь молодые специалисты, им ведь тоже есть чем поделиться, передать уже свой более современный, более продвинутый опыт даже в педагогической деятельности. Вы со мной согласны? Согласна, конечно, потому что молодое поколение, у них своя манера общения с детьми. И когда мы посещаем, взаимопосещаем уроки у молодых специалистов, то мы тоже видим эту особенность общения с детьми. И вот наставники, хочу сказать, прямо на днях мы разговаривали с наставником Столбецовой Ольгой Николаевной, она мне сказала, какая молодец ее наставляемая, Москвитина Светлана Евгеньевна. Какие у нее дети, какая у нее дисциплина, какие организованные дети, как она правильно выстраивает отношения с ними. То есть взаимообмен опытом работы с детьми происходит ежедневно. А также у нас молодые специалисты, ну, например, учитель информатики Кузнецов Никита Юрьевич, проводят мастер-классы для более опытных, так скажем, педагогов уже по работе на платформах Сферум, Яндекс, Российской электронной школы. Помогает адаптироваться, да, к компьютерной грамотности? Конечно, компьютерной грамотности. А мы с вами снова вернулись к дисциплине, и коли же у нас это слово сегодня вот идет красной нитью в нашей программе, давайте немножечко поговорим. Вот в классе поддерживать дисциплину, ну, это, конечно, задача одна из сложных, дети разные, особенно сейчас, когда увлечение гаджетами и так далее, и дети во многом благодаря этому также в кавычках эмоционально нестабильны. Скажите, пожалуйста, вот поделитесь, может быть, с какими-то профессиональными советами, как сделать так, чтобы, несмотря опять же на то, что дети разные, дисциплина в классе была. Как ваши педагоги справляются с этим? Вы знаете, нельзя повышать голос. Нужно всегда говорить ровно, эмоционально, но ровно. И голос должен быть настолько успокаивающим и уравновешенным, и всегда дожидаться полной тишины. Вот дождался тишины, продолжаешь. Дети это очень чувствуют. И вот недавно прям мы взяли молодого учителя, и когда я у нее спросила, как, она говорит, дети зашумели, а я им говорю. А это какой класс? Разные классы. Она учитель географии и ведет с пятого по одиннадцатый класс, по десятый класс ведет географию. Когда дети зашумели, она им тихо так сказала. Дети, на моих уроках шуметь нельзя. На моих уроках вы должны слушать и впитывать все, что я вам скажу и скажут ваши одноклассники. И дети замолчат. Ну, это дай бог, если так. Ну, потому что, как я еще раз повторяю, дети разные есть и провокаторы, которые могут и что-то выкрутить, и что-то сказать. Ну, конечно. И здесь вот сложно удержать в одном ровном ритме, скажем так, урок. Ну, хорошо. Давайте продолжим. Скажите, а вот обращаются ли к наставникам за советом о том, как вот, опять же, чтобы в классе была тишина и дисциплина, вот насколько опытные педагоги передают молодому поколению еще и эти знания, которые, опять же, возвращаясь к вашим ответам, сказали, что самое главное в классе – дисциплина. Ну, я так думаю, что я уже повторюсь, посещение уроков, взаимопосещение уроков, контакт, да, обмен живым опытом – это постоянно у нас в школе происходит. И поэтому во время урока молодой учитель и учится, какие методы использует учитель для того, чтобы дисциплина была. Ну, и опять, рабочий шум на уроке, он тоже возможен. Да, конечно. Только вовремя его нужно уметь остановить и переключить детей на другую деятельность. То есть во время урока бывает разное. Да. Скажите, приходят ли в школу, мы говорим сегодня о вашей школе, работают молодые специалисты, и по каким критериям на сегодня вы, как руководитель, принимаете их к себе на работу? Молодые специалисты, у нас… Вообще, давайте о коллективе сначала расскажем, да? Коллектив очень большой, потому что у нас есть и дошкольные группы, 9 дошкольных групп, отдельно стоящее здание, там свой коллектив, в школе свой большой коллектив, всего это 131 сотрудник. Действительно, да. Большой коллектив, и вот общее собрание это бывает очень редко. Чаще, конечно, в школе отдельно коллектив собирается, в детском саду отдельно. Молодые специалисты приходят к нам, уже зная нашу школу, потому что у нас налажен тесный контакт и с педколледжем, и с педуниверситетом, проходит практику студенты у нас, им нравится в нашей школе, и они возвращаются уже в нее работать. Также в нашу школу приходят наши выпускники. Вот как раз, да, впереди мой вопрос. То есть, действительно, обучаясь в 24-й школе, захотели продолжить, стать педагогами и возвращаются работать в свою родную школу. А вот много ли таких выпускников? Вы знаете, вот на сегодняшний день это три учителя, которые закончили нашу школу, работают у нас, привели своих детей в нашу школу. Вот сейчас, два года назад, к нам пришла наша выпускница, учитель физики. Я знаю, что в школах города сложности с учителями физики, а к нам пришла молодой специалист, наша выпускница, Олеся Александровна, и в этом году она впервые выпускала девятиклассников. То есть, осталась и работает, да? Да, выпускала девятиклассников, и все выпускники успешно сдали такой сложный предмет физика. Разумеется. Скажите, пожалуйста, Марина Владимировна, а вот в год педагога-наставника какие мероприятия запланированы, может быть, уже какие-то свершились, несмотря на то, что год учебный только начался, да? Что вообще в перспективе, что думаете сделать? Наше школьное телевидение уже запустило цикл программ «Мой наставник», и первый выпуск был «Шахматная королева». У нас в школе преподают шахматы, и ученики подготовили про своего преподавателя-наставника вот такой сюжет. Будет цикл таких передач, и наставник-учитель... Трошлируется на сайте школы? Да, на сайте школы, у нас есть страничка ВКонтакте, и там тоже выставляем эти фильмы. Далее мы в январе сейчас проводим, а в январе будем подводить итоги творческого конкурса «Ожившая картина» со школьным сюжетом. Ну и, конечно, каждый класс может принять участие, наш замечательный классный проект такой. Ну что же, завершая наш с вами замечательный разговор, позитивный, информативный, я хочу предоставить вам заключительное слово. Скажите, что бы вы хотели пожелать, конечно, родителям, педагогам, вашим коллегам в год, педагога и наставника, пожалуйста? Конечно, пожелать хочу педагогам, чтобы у них не угасал учительский азарт. Детям, чтобы они всегда стремились к новым открытиям. Родителям, чтобы они были надежной опорой детям и учителям во всех их начинаниях. Всем мира и добра, и пусть рядом с нами всегда будут счастливые дети. А закончить, позвольте мне словами из стихотворения Роберта Рождественского. «Все начинается с любви». «Любите друг друга, любите мир, в котором мы живем». Спасибо. И вот именно этими словами мы завершаем программу «День наставника» на Самары ГИС. Я благодарю вас, Марина Владимировна, и благодарю всех тех, кто был с нами. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok